МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Республики прямо сейчас. Тест на ковид. Что изменилось в порядке выявления заразившихся? Вся труппа в сборе. Театры Республики готовятся к долгожданной встрече со зрителями. Миры и мироздания. Вышел в свет альбом художника-этнофутуриста Георгия Фомерикова. Сегодня в Чебоксарах из открытого окна одного из жилых домов с девятого этажа выпал трехлетний ребенок. Трагедия произошла в северо-западном районе на улице Талвира. Мама и бабушка были дома, находились в другой комнате. Прокуратура проведет проверку и оценит действия родных, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире. Отмечаем, что в Чувашии это уже третий случай гибели ребенка при падении из окон домов в текущем году и второй за указанную неделю. Всего в текущем году зафиксировано 19 случаев падения детей из окон домов, включая падение из частных домов или с первых этажей зданий. В настоящее время по поручению прокурора Чуварской республики прокуратурой разработан комплекс мер, направленных на предупреждение несчастных случаев с детьми. К данной работе будут подключены все субъекты профилактики, включая заинтересованные министерства, ведомства и правоохранительные органы. Правоохранительные органы и врачи призывают родителей быть предельно бдительными и не оставлять детей у открытых окон. Не проходите мимо, если вы видите несовершеннолетнего ребенка у открытого окна. Сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 112. Показатель заболеваемости COVID-19 в Чувашии ниже, чем по стране, но выше, чем по Приволжскому федеральному округу. За прошедшую неделю регистрировали от 32 до 37 случаев в день. В республике за сутки проводится 955 исследований на коронавирус. Это на 300 меньше, чем на предыдущей неделе. Желающих пройти такие тесты по-прежнему немало. Темпы прироста заболевших коронавирусом за последние сутки 0,5%. Коэффициент распространения менее единицы. Неблагополучная обстановка в Алатарском, Ядринском и Красночитайском районах. Было принято решение провести повсеместное тестирование. Определены два дня в центральных районах больницы, где люди могут, там они будут тоже информацией о этих днях, о времени приема забора материала. То есть будет добровольный тестирование не только заболевших, но и тех, кто желает. Поставлена на поток реабилитация пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих хронические неинфекционные заболевания. Лечение проходит в санатории «Надежда» в условиях дневного стационара и в санатории «Чувашия-курорт». Кроме этого, возобновились плановая госпитализация больных и диспансеризация. Участники совещания обсудили меры по предупреждению распространения коронавируса с учетом возобновления международного авиасообщения. Граждане России, которые прилетают в страну из-за рубежа, теперь обязаны сдать тест на коронавирус, а результаты разместить на портале госуслуг. Что касается соблюдения ограничительных мер, то в Канажском районе выявлены случаи проведения свадебных торжеств на территории закрытого детского лагеря. Мы в главе администрации поручили провести служебное расследование. И по информации главы Канажского района нарушение не выявлено. Но и мы попросили прокуратуру тоже со своей стороны это проанализировать. Но здесь хочу еще раз обратить внимание, что все оздоровительные лагеря на территории Чувашской республики закрыты. Функционирует настолько лесная сказка. И, безусловно, даже если там нет детей, ни в коем случае вообще все выездные мероприятия, свадьбы и массовые мероприятия, они категорически запрещены. Как эта территория оздоровительного лагеря сдается для того, чтобы проводить свадебные мероприятия. Я просил бы на эту ситуацию очень критически посмотреть. Я жду соответствующего заключения. Насколько соответствуют нормы устава, как бы направлению деятельности этой организации. На заседании оперштаба еще раз подчеркнули, рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению режима остаются в силе. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Ограничительные меры еще никто не отменял. А большинство пассажиров общественного транспорта уже ездят без масок. Просьбы соблюдать рекомендации нередко заканчиваются конфликтами. Что показали результаты рейда, смотрите далее. При входе в салон любого транспорта по-прежнему висит табличка «Вход без маски запрещен». Но не все считают нужным этого придерживаться. Методично и корректно члены мобильной группы разъясняют индивидуальная защита органов дыхания по-прежнему обязательно. Знакомьтесь, пожалуйста, с выпиской из указа главы Чувашской республики номер 166, где граждане обязаны соблюдать масочный режим, в том числе находясь в общественном транспорте. Надеюсь, в следующий раз мы с вами встретимся и вы будете маской. Нарушителям грозит наказание. Если для физических лиц штраф от 1 до 30 тысяч рублей, то для юридических лиц значительно выше. С сотрудниками ГИБДД уже составлено более тысячи протоколов. Здесь у нас водитель сам не одевает маску, и пассажиры не так же используют средства индивидуальной защиты. Нами составляют соответствующий акт и направляются в министерство транспорта и дорожное хозяйство Чувашской республики для привлечения водителя к административной ответственности. Специалисты считают, что среди водителей-нарушителей все же меньше. Они прекрасно понимают, сколько разных людей проходит за смену через их автобус, троллейбус или маршрутку. Одевайте маски, кричим. Маска заходить надо в салон. Соблюдаем постоянно масочный режим. Следует подумать о здоровье других, прежде чем войти в транспорт без маски. Инесса Потапова, Михаил Солин, Республика. Сегодня в Доме правительства говорили о международном сотрудничестве. В Рио главы Чувашии Олег Николаев встретился с министром инновации и технологического развития Республики Сербия Ненадом Поповичем. Ненад Попович – человек, хорошо известный в промышленных кругах республики. Вместе с коллегами он был активным сторонником и участником создания в Чувашии электротехнического кластера. Как никто другой, он знает экономический потенциал предприятий. В республике, которую я люблю, в которой работал почти 26 лет с 1994 года, действительно считаю, что это республика, которая процветает. Я считаю, что мы обязаны делать как можно больше экономических отношений между Сербией и Чувашией республикой. Потенциал, я уверен, огромный в разных сферах. Электротехники, машиностроения, военной промышленности, агропромышленности, инфраструктуры, строительства. Огромный потенциал. Я считаю, что в этом близком и среднем будущем мы обязаны поставить это сотрудничество на крепкие ноги. Роскосмос, Ростех с этими российскими корпорациями в правительстве Сербии работают плотно. Присутствуют они и на территории республики. Ряд предприятий выполняют их задачи. Я лично обещаю вам, а сейчас и обязан, как человек, который получил лучшее признание Чувашьей республики, работать в этом направлении лично. Олег Николаев рассказал о том, как отмечает республика столетие со дня образования области и вручил министру юбилейную медаль. Благоустройство улиц, реконструкция социальных объектов и ремонт дорог. Такие задачи стоят перед каждым муниципалитетом. В Ибресенском районе никак не могут отремонтировать больницу и сдать в эксплуатацию спортивный комплекс «Потвар». Больница служила жителям поселка верой и правдой почти 50 лет. Но всему есть предел. В прошлом году на капитальный ремонт ветхого здания из бюджета республики выделили около 24 миллионов. На эти средства подрядчик должен был провести внутренние и наружные отделочные работы, а также благоустроить территорию. Срок весна этого года. Но и сегодня поликлиника готова процентов на 80. Замененная система коммуникации, отопление. Осталось докрасить стены и уложить напольное покрытие. Когда вы консервационные работы привели, то можно смело до следующего года. Да, понятно, красить мы не будем красить, лишние деньги тратить не будем, но те вещи, штукатурки и так далее, откосов, которые нужно сделать было до следующего года, чтобы внутренние работы не пострадали, мы это все сделали. И все же основные недочеты Олег Николаев поручил устранить. И к концу лета больница должна начать прием. Из бюджета республики выделят дополнительные средства на закупку необходимой мебели. Что же касается физкультурного комплекса, тут все гораздо сложнее. Объект должны были сдать еще в ноябре прошлого года. Но по ходу проверки выяснилось, что многие работы выполнены с нарушениями. Эта ситуация еще раз на самом деле показывает актуальность четкого централизованного сопровождения строительных процессов, особенно при производстве их на социальных объектах. Для этого было уже инициировано мною и организована более специализированная работа Министерством строительства по проектированию, по сопровождению строительно-монтажных работ и по вводу эксплуатации. Такая работа налажена, и со следующего года только таким образом все работы будут организованы. Тем временем в райцентре полным ходом идет благоустройство улицы Комсомольская. Строители заверяют, до конца месяца все будет готово. Новый тротуар протяженностью 695 метров с площадками для отдыха и со скамейками. По периметру установят 13 современных светильников. Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика. Старейшее предприятие Шумерли, комбинат автомобильных фургонов, ведет свою историю с 1931 года. И все это время занимает ведущие позиции на рынке специальной автомобильной техники. С рабочим визитом здесь побывал первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. Экскурсия по предприятию как окно в современное промышленное производство. Новейшие информационные системы управления, цифровые технологии, станки последней модификации. Вот что сегодня представляет из себя комбинат автофургонов. Это не просто рабочая площадка, это целый научный комплекс, где разрабатывают конструкторскую документацию, создают опытные образцы и внедряют их в серийное производство. Причем коллектив готов в кратчайшие сроки произвести технику и по индивидуальному заказу. Николай Федоров приехал на комбинат с важной миссией. Он вручил предприятию почетную грамоту Совета Федерации. На встрече с работниками были обсуждены перспективы развития комбината. Его продукция востребована в железнодорожной, нефтегазовой и строительной отраслях. Образцы новых моделей автофургонов были представлены на выставке. Работники культуры, представители творческой интеллигенции, педагогической общественности, органов власти обсудили сегодня проект государственной программы сохранения, изучения и развития чувашского языка. Программа представила Минкультура Республики, она же аккумулировала и предложения всех заинтересованных лиц. Программу сохранения, изучения и развития чувашского языка включили в масштабную программу развития чувашской культуры в целом по инициативе в Рио главы республики. Олег Николаев отметил, чувашский язык должен оставаться живым языком. Он должен развиваться одновременно, Должны развиваться и образовательные технологии. Реализация языковой политики, полномасштабное функционирование чувашского языка в информпространстве и сети интернет невозможно без соответствующей инфраструктуры. Изучение и обучение языку требует научно-методического обеспечения. Кстати, это одна из немногих программ, для реализации которой привлекаются не только духовные, но и материальные ресурсы. На все мероприятия заложено около 70 миллионов рублей. Необходимо обязательно модернизировать и актуализировать факталы, создать электронную библиотеку Чувашской республики, продолжить формирование устойчивого механизма комплектования библиотек Чуваши и других регионов России книгами, газетами, журналами на чувашском языке. Однако здесь есть проблема. Она заключается в том, что механизм доведения, финансирования этого направления не выработан. И нам предстоит еще только выработать этот механизм. Основной акцент все участники разговора сделали на том, что программа должна быть комплексной. Невозможно рассматривать популяризацию языка в отрыве от обучения, а сохранение в отрыве от развития. Кроме того, необходимо задействовать не только систему дошкольных и школьных учреждений, но и вне классного образования. Приведу пример. По дополнительному образованию, вот здесь я зафиксировала, безусловно, это изучение Чувашской музыки, да, произведения Чувашских композиторов. Пентатоника, она уникальна, да, аналогов ее нет. Вот я когда в музыкальной школе училась, у нас прям предмет был, да, и отдельная музыкальная литература была посвящена композиторам нашим. Это все остается здесь. Ты после этого изучаешь, невольно изучаешь все эти слова, и они ложатся к тебе в душе. Во время обсуждения прозвучало немало интересных предложений, касающихся обновлений образовательных методик и программ, подготовки не только учителей Чувашского, но и языковедов, возвращения к прежней орфографии. Все пожелания будут учтены в дальнейшей работе. Елена Гальперин, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Театры Республики готовятся к открытию сезона. Артисты надеются, что эпидемиологическая обстановка позволит им встретиться со зрителями после вынужденной разлуки. Артисты Чувашской драмы соскучились по коллегам. На этот сезон запланировано несколько премьер. Это серьезная работа, требующая полной отдачи. По коллективу соскучилась, конечно, это понятно, потому что мы же, артисты, привыкли утром, вечером целыми днями проводить в театре, как в одной семье. В планах коллектива разножанровые спектакли. Драма, комедия, трагедия. Решили, что репетиции во время изоляции будут идти им в режиме онлайн. Мы, люди творческие, не могли сидеть просто так без работы. Мы вынуждены были искать новые формы, методы работы. Нельзя сказать, что это полноценная репетиция, но они помогали держаться артистам в тонусе, быть в материале. Тем более, мы сейчас работаем над грантовым проектом «Раб дьявола» по пьесе Якова Ухсая. Больше всего рад встрече художественный руководитель театра. Открытие нового театрального сезона в Чувашском театре, Академическом драматическом театре, конечно, все еще впереди осенью. Это при случае, когда медики нам разрешат встречаться со зрителями. А без зрителя живого театра нет. Театр – это живое искусство. Семь минут, на еще секунды прямо здесь рождается вместе со зрителем. Но, конечно, репетиции начнутся, наверное, начнутся хотя бы без массовых народных сцен. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. У кандидатов, претендующих на пост главы Чувашии, на счету каждый день. Как готовиться к выборам в штабах КПРФ и ЛДПР в нашем репортаже? Как решить вопрос с китайским проектом и проблемой сельских жителей? В основном на этом будет основана программа кандидата на должность главы республики от КПРФ Александра Андреева. В штабе отмечают, что много наказов появилось во время прохождения муниципального фильтра. После поездок по нашим районным городам поступило много обращений, конкретных обращений. И я сейчас непосредственно занимаюсь их обработкой и непосредственно занимаюсь работой над этими предложениями. И формирую уже определенные депутатские запросы, поддерживаю связь со своими избирателями, которые обратились ко мне, депутаты разного уровня. И пытаемся решить вот эти важные вопросы. У ЛДПР китайский проект тоже в числе основных. В программе кандидата от партии будет обозначена и федеральная повестка, и региональный аспект. В штабе ЛДПР уже получились типографии и агитматериалы. В ближайшее время как сам кандидат, так и его сторонники выйдут на улицы и будут встречаться со избирателями. Впереди большая работа. Я планирую посетить все города Чувашской республики. Попробую посетить максимальное количество в том числе и районных центров. Ну и безусловно это будут Чебоксары и Новочебоксары. Поэтому мы пойдем в люди, мы пойдем в народ, наши активисты во всех местных отделениях партий, которые представлены во всех муниципальных образованиях Чувашской республики, пойдут в люди. У нас будут небольшие листовки. В основном это будет личное общение с избирателями. Ну и конечно сейчас новый формат. Это все-таки социальные сети и прямая связь с избирателями посредством социальных сетей. Брокколи, выращенное на местных полях или приложение гид для смартфона. Стали ли идеи начинающих бизнес-леди полноценными стартапами? Это сегодня оценивало жюри программы «Мама-предприниматель». В финале одноименной федеральной образовательной программы сегодня назвали имя обладательницы грантов 100 тысяч рублей. Свет провели, воду провели. Только остается вот как раз помощь маленькая будет для нас. А так это навоз пропитан уже земля. Я тут 10 лет никто не сажал. То есть уже приготовленная полностью почва. Только остается спахать и посеять. Земля в Альковском районе хороша для брокколи и цветной капусты, уверена Ольга Григорьева. Для стартапа молодая мама уже нашла партнеров. Следующий шаг – заинтересовать инвесторов в строительстве теплицы. Также в районе свою бизнес-идею воплощать намеревается и Наталья Дмитриева. Недалеко от районного центра Ибресь девушка готовит к открытию кулинарную студию здоровых коктейлей. К слову, в проекте «Мама-предприниматель» Наталья уже второй раз. В прошлый раз у меня были онлайн-курсы, но я поняла, что я не совсем специалист в этой области, поэтому решила не соваться туда, куда я не знаю, а решила пойти туда, где я специалист. Потому что вообще с напитанием, можно сказать, профессионально. У меня стаж больше 15 лет. В арендованном помещении уже идет ремонт для студии питания. Многие участницы начали воплощать свои идеи в жизнь. Екатерина Васильева открыла ИП и организовала несколько рабочих мест для молодых мам. Они занимаются пошивом. Профессионально оборудовано только одно место рабочее, да? Ну, получается, одно рабочее место и один аутсорс, да. А дальше как вы планируете? Нам нужно еще одно рабочее место. Оценивать надо такие проекты, которые жизнеспособны. Есть ведь такие проекты, девочки что-то выдумали и считают, что через три месяца они уже получат прибыль и будут зарабатывать. А есть такие проекты, которые действительно имеют место жить. И они практичные, они нужные, они реальные. Вот по этим критериям мы хотим оценивать. Чтобы проработать идею и выйти на защиту мамы в декрете и мамы, у кого есть несовершеннолетние дети, прошли пятидневный обучающий интенсив. Набрались опыта, знаний и наладили полезные связи. Самое главное, наверное, отличие ведения мужского бизнеса от женского – это то, что женщина должна найти внутреннюю свою изюминку, какую-то внутреннюю инициацию, благодаря которой она на самом деле сможет совершенно другим путем, новым, интересным выстроить свое дело. И тем самым, наверное, в какие-то моменты даже утереть нос мужчинам-предпринимателям. В Чувашии проект «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Центра «Мой бизнес», Республиканского бизнес-инкубатора и Корпорации МСП. Победителю – грант в 100 тысяч. Эта сумма по решению жюри будет направлена на развитие шоколадной мастерской Олеси Кузьминой. Ее проект признали лучшим в этом году. Однако и остальные участницы не останутся без внимания специалистов бизнеса. Обязательно масштабируем ваши идеи. Каждую возьмем под контроль. И что примечательно, ваши проекты преимущественно не социальные, а в Центре «Мой бизнес» буквально недавно создался Центр инноваций в социальной сфере. Так что комплексно, масштабно, мы постараемся вашу идею докрутить и выпустить в рынок. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Бахтияр Вилеев, Республика. 9 августа страна отметит День строителя. В Рио главы региона Олег Николаев поздравил работников с профессиональным праздником и вручил отличившимся награды. Строительство – тот самый драйвер, который развивает экономику в целом, обеспечивает дополнительные рабочие места в смежных отраслях. В республике строится множество новых объектов. Это не только жилые дома, но и школы, больницы, дороги, мосты и иные инфраструктурные сооружения. Отрасль переживает непростые времена, но по-прежнему делает упор на современные технологии, позволяющие формировать комфортную среду. В преддверии профессионального праздника самые достойные представители получили памятные медали «Столетие образования Чуварской автономной области», а семь специалистов – почетное звание «Заслуженный строитель Чуварской республики». Работаем, как я уже говорил, 50 лет, ровно 50 лет. Все время на производстве, потом уже руководителем подразделения, потом уже сейчас начальник отдела подготовки производства. Очень трудная работа, но очень нужная работа. Работа мне очень нравится. Подготовка производства – это очень нужно. Без подкатковки производства дальше невозможно работать. Работчиков у нас много. Они все хотят работать, но, надеемся, будет все хорошо. «Этно, я, футурум. Прошлое, настоящее и будущее» – именно так связал слова и смыслы в своей новой книге художник-этнофутурист Георгий Фомеряков. Презентация альбома, выпущенного Чуварским книжным издательством, прошла в Центре интерьера и дизайна в Чебоксарах. Его картины выставляются в лучших музеях Европы, а он называет себя деревенским человеком. Только Георгий не занимается сельским хозяйством, а рисует. Ведь именно в деревне можно создавать картины, связывающие нить времен. Наши предки передавали душу народа через вышивку, через древние знаки, которые были всем понятны. Теперь эти знаки, понятные нашим родителям, дедушкам, бабушкам, они перестают узнаваться нашими детьми. И надо язык менять, мир меняется. И язык культуры тоже должен меняться. Рецепты, решения, формулы уже найдены, мной найдены. Это обращение в старину, взять их коды, как бы, да, просто можно сказать, как профессионал говорит, коды есть такие. И потом переложить его на современный язык. В книге Георгий описывает свои мысли и свои сны. Однажды ему приснилось, что душа его находится в другой цивилизации. Эти образы он переложил на полотна. И многие действительно воспринимают их как неземные, потусторонние. А еще на полотна он переносит традиции народа. Чувашский язык, древняя вышивка, сакральный танец, песни и музыка являются областью его исследований. Они обогащают современную культуру и создают гармонию. Автор убежден, что забывая прошлое, люди духовно беднеют. Не можем оставаться в тех пределах. Мы можем хранить в бабушкиных сундуках то, что есть. Очень бережно нужно хранить, изучать их. Но это надо переосмыслить и передавать дальше в другом виде. Я как художник-станковист перевожу. Вот, допустим, в этой картине я пытаюсь как стежок, как нитка, как ткань, передавать образ уже, как бы визуальный образ. Свой автопортрет я делаю, но как бы вышивкой использую. Сочетание контрастов, цветов используется при этом. То есть и наука присутствует современная. Художник в своей манере переосмыслил и творчество Михаила Сеспеля. Рассказывает, что погрузился в его стихи, как в пекло. Цикл картин, посвященный творчеству поэта, состоял из 22 полотен. Сейчас они хранятся в музее Сеспеля. Как этнофутурист Георгий Фомериков любит экспериментировать. Одна из его работ – оформление променад спектакля «Нити судьбы», где так же гармонично, как в работах художника, переплетается прошлое, настоящее и будущее. Сегодня мы говорим о человеке, который живет культурой, творит культуру, создает, ну, как сейчас модно говорить, тренды к культуры. Заглядывает вперед, не просто заглядывает, запрыгивает. И вот одна из строк, которую я очень выхватил за пролистывание книги, это строки, что название книги пришло во сне. Я вот предполагаю, что это как раз тот человек, который имеет взаимосвязи или каналы, связи с неким миром, миром высоким, миром духовным, миром, который всеобъемлющий и охватывает события вне зависимости от времени, и прошлое, и сегодняшнее, и будущее. Художник уже вынашивает идею новой книги. Он планирует написать учебник по этнофутуризму. Всю следующую неделю работы Георгия Фомерикова будут выставлены в Центре интерьера и дизайна в Чебоксарах. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Такой была пятница, 7 августа. Хороших вам выходных. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова